МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня в выпуске. Аким Карагандинской области, Ерлан Кушанов, обеспокоен теплоснабжением Тимиртау безрезервного котла. В областном Акимате обсудили прохождение отопительного сезона. Представители туризма и гостинично-ресторанного дела обучили развивать свой бизнес. Центрально-казахстанская ассоциация туризма провела бизнес-завтрак. Полмиллиона тенге собрали зрители благотворительного концерта. Все деньги пойдут на операцию 13-летнего Армана Абельдина, получившего сильный ожог. Работа Тимиртауской теплостанции ТЭЦ-2 под пристальным вниманием областных властей. На очередном аппаратном совещании в Акимате Карагандинской области обсудили прохождение отопительного сезона. В Карагандинской области отопительный сезон проходит в штатном режиме. Об этом на совещании в областном Акимате сообщил заместитель Акима области Анатолий Шкарупа. Особое внимание власти уделяется работе Тимиртауской теплостанции ТЭЦ-2. Глава региона Ерлан Кушанов поинтересовался сроками запуска шестого котла. ТЭЦ-2 Арселор Микол Тимиртау работает в штатном режиме. Ремонтные работы ведутся согласно графику. Отставания нет. На 14 ноября планируют они завершить все монтажные работы по шестому котлу. Исполняющий обязанности Акима Тимиртау Владислав Цай заверил, что 15 ноября шестой котел должны запустить. Однако для того, чтобы он начал работать полноценно, необходимо еще как минимум 3-4 дня. Таким образом, во время ближайших морозов Тимиртауская станция останется без резервного котла. Глава области заявил, что такое положение недопустимо. В работе сейчас 4 котла, 1 котел сейчас в резерве. То есть в любой момент этот 5-й котел будет запущен. Вот сколько раз мы резерв этот подключали? Ну, раз в 7 точно. Раз в 7? Да. Раз в 7 точно подключали. А вот когда морозы наступят, у нас 5 будут работать? 5 будут работать. 5 будут работать. То есть если котел какой-то будет выходить из строя, в этот период у нас будет понижение температурного графика. С 17-го, я говорил 15-го даже, там будет совещание. Прямо на ТЭЦ-2 с участием первых руководителей Арселуров. Что касается остальных теплоисточников региона, то здесь все работают без сбоев. На всех станциях поддерживается неснижаемый запас топлива, доложили на аппаратном совещании. На всех теплоэлектростанциях действуют 37 котлов и 30 турбин. В резерве находится 12 котлов и 1 турбина. Оперативно решаются и возникающие проблемы. В городах районов мелкие проблемы вылазят, оперативно решаются. Города реагируют на поступающие сигналы, которые на блок к вам кричат, которые в средствах массовой информации появляются. Поэтому по всем этим вопросам отрабатываем совместно с городами районов. Зачастую у нас проблемы сейчас до сих пор появляются на внутридомовых разводках. И там тоже оперативно совместно с КСК и вопросы решаются. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Представители индустрии туризма и гостинично-ресторанного отдела Карагандинской области обучали развивать свой бизнес. В бизнес-завтраке Сегас Карлос-Арарка приняли участие 100 представителей турбизнеса. Костями мероприятий стали инвесторы и общественные деятели. Кроме того, во встрече принял участие заместитель Акима области Алмаз Айдаров. Бизнес-завтрак – это новый и эффективный формат знакомств и обучения для топ-менеджеров и собственников бизнеса. Это возможность не только донести важную информацию до ключевых лиц, но и выстроить отношения, укрепить связи. Именно поэтому организаторы решились на проведение именно такого формата. Встречу организовала Центрально-Казахстанская ассоциация туризма, ресторанного и ремесленнического дела при поддержке областного Акимата и региональной палаты предпринимателей. Приветствуя участников, заместитель Акима Карагандинской области Алмаз Айдаров отметил, что Карагандинский регион обладает большим потенциалом. Но потенциал есть, из года в год цифры у нас растут, да, они не такие большие, но динамика положительная. У нас Карагандинск, Балхаш, есть сейчас большой потенциал от Центрально-Казахстана, в сторону из Казгана, Ултавский регион, где тоже есть очень много возможностей, где мы должны развиваться. И вот здесь бы нам хотелось бы, наверное, всем пообсуждать, какие шаги и что нам для этого надо сделать. Потому что в одиночку, понятно, какие тяжелые направления нам не осетят. Это и вопросы, и дороги, инфраструктура, строительство, преференции, которые туризму предоставляются. Сто представителей туристического бизнеса стали основными участниками встречи. Среди них и представители национального природного парка Буэротау. Они презентовали свой туристический маршрут, подразумевающий посещение единственного в Центральном Казахстане питомника по разведению моралов. На данный момент у нас очень много уже популяций видов животного. Ежегодно мы стараемся выпускать с вольера в дикую среду, то есть оленей за ограждение. Площадь вольера у нас 400 гектар. Также, конечно же, большое внимание у нас уделяется, что на нашей территории обитает один из представителей млекопитающих, занесенный в Красную книгу Казахстана. Это горный североказахстанский баран Архар. Численность у нас уже превышает 450 особей. Развитие наиболее перспективных видов туризма через развитие кластеров путем выстраивания эффективной системы партнерства между органами государственной власти, инвесторами, компаниями туристического рынка – такова главная задача организаторов бизнес-встречи. Своя временность такого мероприятия объясняется тем, что после проведения в Астане международной выставки «Экспо» возрос интерес казахстанцев к внутреннему туризму. На сегодняшний день наш регион, именно Карагандинская область стала популярна среди иностранных туристов, среди местного населения. Я думаю, что большие планы, которые заложены нами на следующий год, мы обязательно их платим. И наша карагандинская отрасль выйдет на более хороший уровень. Тем более, что сейчас при ассоциации будет открыта академия, которая будет проходить обучение по многим специальностям, которые на сегодняшний день очень востребованы. Это касается и сферы туризма, и сферы ресторанов, и гостиничного дела. На сегодняшний день Казахстан уже известен за рубежом благодаря дипломатии и взвешенной внешней политикой. Нашей страной заинтересовались жители других стран мира. Дело теперь за туристической индустрией. Необходимо предложить гостям самые интересные и уникальные маршруты. Есть интерес, но необходимо уже дальше заниматься продвижением информации. Информация – это то, что и на внутреннем, и на внешнем рынке – то, что сейчас не хватает казахстанскому туризму. Дальше, конечно, мы можем говорить и о развитии инфраструктуры. Дальше мы можем говорить о качестве турпродукта, о сервисе, о ценах. Но самое первое, что не хватает – это все-таки информативность. То есть как регионам Казахстана нужно будет больше проводить свое продвижение на внутреннем рынке, бороться за внутреннего туриста. Организаторы задались целью сформировать новые турпродукты путем эффективного взаимодействия, а также повышение качества обслуживания в сфере туризма. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. В Карагандинской области спасли рыбака, лодку которого ветром отнесло от берега. Спасатели и полицейские спасли жителя Каражала, который рыбачил ночью. Мужчина был обнаружен поисковой группой среди камышей в состоянии переохлаждения. Спасатели призывают всех любителей рыбной ловли к соблюдению элементарных мер безопасности. К таким мерам относятся наличие спасательного жилета при ловле рыбы с лодки, а также стоит иметь при себе аптечку, фонарик, карту местности и средства оповещения о своем местонахождении. Не лишним будет перед тем, как отправиться на рыбалку, сообщить родным о том, куда именно вы направляетесь. При выезде своим родственникам оставлять координаты, телефон, по которым вас можно найти. То есть, когда вы уехали, во сколько прибудете. И контактный телефон. Следующее. При себе иметь комплект запасных вещей теплых на момент того, что если вы провалились или вымокли. Иметь спасательный жилет, так как выход в открытую акваторию без спасательного жилета запрещен. То есть, данный спасательный жилет будет вас обогревать и при падении с лодки, то есть, вы будете оставаться на плаву. И самое главное – следить за погодой. Если вы получили штормовое предупреждение, ни в коем случае не выходите на рыбалку. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, звоните в службу спасения по номеру 112. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Карагандинском регионе проходят съемки документального фильма, посвященного столетнему юбилею основания автономии Алаш. Создатели картины уже побывали в Семее, Астане. В нашем регионе их заинтересовали музеи. Экспедиция в составе Батыржана Сидамары Ярмана Убакирова стартовала 31 октября. Из южной столицы она отправилась в родные края великого казахского поэта Абая Кунанбаева. Посетив штаб-квартиру партии Алаш Семеи, этнографы направили свой путь в столицу, а затем и в Караганду. Как вы знаете, Семея у нас это была столица Алашской автономии. Там есть район такой под названием Алаш-Хала. Нас встретили местная администрация, показали музеи, связанные с Алаш-Халой. Побывали в доме, как называется, Алашараса Мухтарауэзов от Муражай, где считался был штаб алашардинцев. Участники экспедиции рассказывают, что визит в Алжир и Карлак произвел на них сильное впечатление. Батыржан Сидамар отмечает, что эти нелегкие времена являются неотъемлемой частью истории. Это все найдет отражение в предстоящем фильме. Фильм у нас будет состоять из нескольких частей. Планируется, одна из моментов, это у нас 22 ноября, планируется проведение через столетие Алашской автономии, конференции республиканского уровня и концерт вечером, где будет показываться этот фильм. Но этот фильм у нас будет состоять из 20 минут. Крупномасштабный фильм, он у нас выйдет где-то в следующем году. Документальный фильм под названием «Алашжола». Помимо экскурсии по областному музею состояла встреча общественных деятелей со студентами Карагандинского технического университета, в ходе которой исследователи поделились планами на будущее. После Караганды член экспедиции отправится в Жасказган. Конечной остановкой станет Баянаул, где родился и вырос великий казахский поэт и мыслитель Машхур Жусуп Купеев. Премьера фильма назначена на начало следующего года, во время празднования 100-летнего юбилея автономии «Алаш». Тухжан Лянова, Жаслан Макулбек, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более полумиллиона тенге собрали карагандинцы на благотворительном концерте. Деньги пойдут на операцию и реабилитацию 13-летнего Армана Абильдина. Концерт прошел при участии активистов города, а также деятелей искусств Караганды. Арман Абильдин – шестой ребенок многодетной семьи. Вот уже на протяжении 8 лет он страдает от страшного недуга. В возрасте 5 лет Арман получил сильный ожог. Сейчас он нуждается в дорогостоящей операции, которую могут выполнить врачи алматинских клиник. Он учится в школе-интернате номер 3 в Майкудуке. Благодаря сотрудникам этой школы мы попали на программу «Карикет» съездили в Алматы. Учителя школы с прошлого года писали письма в редакцию программы «Карикет». Хочу выразить огромную благодарность нашему народу за поддержку. Организатором концерта выступила филолог Амарал Дадзеева. Украсили концертную программу айт-эскера, певцы региона и танцевальные ансамбли. Сумма, вырученная в ходе вечера, составила более 500 тысяч тенге. Эти деньги покроют все необходимые расходы семьи Армана на медикаменты и лечение в Алматы. Как вы и сами знаете, этот благодарительный концерт организован с целью помочь Арману Абильдину. Сегодня здесь собрались активисты города и деятели искусства. Нами движет желание внести хотя бы маленькую лепту выздоровления этого ребенка. Все средства, вырученные сегодня, пойдут на лечение Армана. Стоит помнить, что забота о нуждающихся – долг каждого мусульманина. На сегодняшний день осуществляется сбор средств в помощь Арману. Перечислить средства можно на специальный счет в банке. Толжан Лянова, Жаслан Маклбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. С триумфом вернулись учащиеся 92-й Карагандинской школы и гимназии с международной олимпиадой, которая проходила в Анталии. Более 500 участников со всех стран мира в течение шести дней доказывали свои знания по 11 предметам. Международная олимпиада в Анталии – интеллектуальный проект, организованный образовательным центром «Едуант» при поддержке муниципалитета города Анталии. Ежегодно в олимпиаде принимают участие школьники и студенты колледжа из России, Турции, Казахстана, Украины, Беларуси и других стран. Олимпиада имеет предметный характер и позволяет ребятам продемонстрировать свои знания и навыки по математике, русскому, английскому, турецкому языкам и географии. Но данный проект – это не только интеллектуальные состязания по определенным предметам. В программе олимпиады спортивно-развлекательные мероприятия, конкурсы, игры, познавательные экскурсии, посещение образовательных учреждений города Анталии. Триумфаторов восторженно приветствовали одноклассники. Учащиеся 92-й школы гимназии не в первый раз привозят дипломы и медали с Анталийской олимпиады. Участие в таком международном форуме – честь для каждого учащегося. И ее надо добиваться отличной учебы и превосходными знаниями. Анель Аскарова из 11 класса заняла несколько призовых мест. По биологии – третье, по русскому языку – второе место. По английскому стала тоже призером. Это было очень трудно, но мы все справились. Это была девятая международная олимпиада, которая проходила в Анталии. Там было 11 стран и более 500 учащихся, которые проявили себя очень хорошо. И я с уверенностью могу сказать, что мы тоже себя хорошо проявили, потому что мы вернулись со многими призовыми местами. Международный статус олимпиады, сотрудничество с высшими учебными заведениями России, Турции, Европы и Америки, уникальный банк олимпиадных заданий – все это делает проект интересным как для учащихся, так и для учителей. Международная олимпиада для школьников в Анталии – это прекрасная возможность обмена знаниями и педагогическим опытом, развития межкультурных коммуникаций и установления международных контактов. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. 8 и 9 ноября компания «Караганды-Су» будет производить ремонтные работы. В связи с этим в некоторых районах города будет отключена подача холодной питьевой воды. 8 ноября воды не будет в домах нового города, Михайловки, поселков Актаз и Кирзавод. 9 ноября водоснабжение будет временно прекращено на юго-востоке. Это микрорайоны Гульдер-1 и Гульдер-2, а также дома на улице Муканово с 57 по 59-й Б. Компания «Караганды-Су» рекомендует жителям города иметь суточный запас питьевой воды. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Солунстер. Субтитры подогнал «Симон»